на библейский портал экзегет поступил следующий вопрос стоит ли ребенку платить за выполнение домашних обязанностей ну начнем с того что собственно говоря речь идет именно об обязанностях и есть вещи которые действительно бывают обязательными и в плане воспитания хорошо когда ребенок знает что есть какой-то минимум который просто должен сделать потому что не он центром семьи как часто бывает сожалению в семьях когда дети воспитываются неправильно и соответственно растут эгоистами когда он занимает определенное положение в семье и не самое высокое а может самое последнее даже потому что он ребенок он не главный если он занимает свое место в семье значит соответственно он должен делать то что ему полагается то что от него просит то что ему назначается в качестве послушания ну к примеру что может вымыть посуду за собой если он постарше вынести мусор он может тоже ребенок может подмести за собой малыш может убрать с собой игрушки и так далее то есть пусть это будут по обязанности простые пусть они будут доступные для него вполне он может не слишком будет имя обременен но они должны быть обязательно и вот когда есть обязанности то эгоизм ребенка не так расцветает пышным цветом как это бывает в других случаях напротив обязанности смиряют обязанности помогают ребенку стать мягче потому что ему не хочется а он заставляет себе это делать узнает что если он не сделает то его как-то накажут или там выговор ему сделают или им будут недовольны соответственно он старается это делать для того чтобы сохранить хорошее положение родителей надо ли платить за это надо ли примировать как-то за это надо ли что-то давать ему за это ну да поощрять надо безусловно нужно поощрять потому что ну каждый человек нуждается в поощрении даже если мы тоже на работе делать свои обязанности и нас никак не плащают да это но действительно правильно и смиренно не ждать поощрения но все же любая награда или доброе слово которое мы слышали от начальства но будет очень приятно то же самое касается ребенка я думаю что нужно платить но как платить конечно деньгами платить платить добрым взглядом добрым словом платить тем что принять участие в жизни ребенка вниманием к нему мне кажется это дорогого стоит иметь внимание к своему сыну или своей дочери к сожалению так этого порой не хватает и конечно какая еще плата может быть духовная плата можно молиться и должны молиться за ребенка если мы молимся за детей то они рос христианами если мы не молимся за детей а мы имеем такую власть от бога чтобы со властью родительской просить божьей помощи в воспитании чтобы ребенок рос христианином если мы соответственно оставим это то ребенок будет сам по себе он лишиться возможности получить божью помощь по нашим молитвам это необходимо для его роста и собственно говоря если ребенок не выполняет своих обязанностей то надо наказывать его но наказание это прежде всего поучение то есть надо не давать волю гневу и тем более если мы не справляемся с собой там скажем какие-то физические воздействия осуществлять это не есть хорошо это не наказывает это не учат это обижает это ломает психу человека хорошо ему правильно сказать с правильной интонации правильным голосом что есть вещи которые ты обязан делать и если ты в это будешь делать то это будет угодно не только родителям это будет угодно и богу который над всеми и над родителями и над тобой в библии мы тоже читаем о наказаниях то есть на учениях мы должны правильно наказывать имеется ввиду учить наших детей как в притчах соломона научай сына твоего и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей что то есть вы что то есть что то есть и в здесь и Продолжение следует...